В Сургуте растет количество заболевших коронавирусом. Стабильное увеличение числа пациентов с диагнозом COVID-19 отчетливо заметно в последние несколько суток. Об этом журналистам рассказал главный врач первой поликлиники города Максим Слепов. Он отметил, что раньше в ПЦР-лаборатории его медучреждения выявляли по 3-5 случаев в день. Последняя сводка – 19 положительных анализов. Всего же в поликлиниках муниципалитета сейчас лечатся от инфекции 233 взрослых и 16 детей. Причины роста заболеваемости проанализирует Роспотребнадзор. На данный момент чаще всего жители заражаются в общественных местах, магазинах и транспорте. Связывают рост статистики, в том числе и с тем, что сургутяне стали пренебрегать средствами защиты и санитарными правилами. В Сургутской окружной клинической больнице сейчас развернуто 150 коек для коронавирусных больных. Пока этого количества достаточно, однако в случае необходимости специалисты готовы оперативно организовать дополнительные места. Отмечу, что на заседании окружного оперативного штаба губернатор Югры Наталья Комарова подчеркивала, что растет количество тяжелых форм течения ковида. Справиться с заболеваемостью, полагают специалисты, поможет вакцинация от коронавируса. В Сургуте на данный момент привились первым компонентом свыше 74 тысяч человек, завершили иммунизацию 58 тысяч жителей. Чтобы остановить распространение инфекции, нужно привить не менее 60 процентов населения, то есть порядка 181 тысячи горожан. Сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с авианалетом. Когда идет авианалет, знаете, предлагают всем спастись в бомбоубежище. Вот вакцинация – это бомбоубежище. Если вы не пройдете в бомбоубежище, никакое деревце вас не спасет, ни зонтик не спасет, ни молитвы вас ничего не спасет от авианалета. Поэтому я еще раз хочу обратить и акцентирую на этом внимание, что спасение всей популяции и сообщества нашего заключается только в массовой вакцинации. Вакцины сегодня достаточно, пунктов вакцинации достаточно. На данный момент в наличии в Сургуте несколько тысяч доз вакцины. Привиться можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах. Открытые кабинеты в крупных торговых центрах – Ситимоле, Ауре, Леруа, Мерлен. Спецтранспорт ездит по дачным кооперативам, работает во дворах. В субботу и воскресенье вакцинироваться можно будет в передвижном центре здоровья у входа в парк Засаймой со стороны компании Россети Тюмень.